МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Откуда пошла такая идея? Да, проект местные — это проект по поиску талантов воронежской земли, но в перспективе, возможно, и мы будем расширять границы. И здесь есть та фраза, которую мы с Кариной выучили и очень хорошо проговариваем. Да, большая известность в узких кругах, пожалуйста. Это факт. Люди, которые себя относят к музыкантам, это соло-исполнители, это участники команд, они могли присылать композиции свои именно рок-н-ролльные. Почему рок-н-ролльные сразу тоже? Ну, чтобы не было больше вопросов. У нас есть формат. Мы рок-н-ролльная радиостанция. В общем-то, все. Да, это могли быть каверы, трибюты, это могло быть что-то авторское. Мы получили огромное количество заявок за первый месяц, были безумно рады, но это требовало больших усилий, чтобы это все прослушать. Все отслушать, подслушать, прослушать. Это, мягко говоря, больших усилий. Дальше мы сначала своей редакцией посредством голосования от 1 до 10 баллов после прослушивания песни выбрали 10 условных финалистов, и потом уже сделали эфир, где с двумя экспертами мы из этих 10 отобрали 7, которые пошли на народное голосование в сообщество «Наши радиовару». Такая полагерная история, на самом деле. Это такой серьезный долгий проект. И уже, собственно, из этих 7 сам народ, чтобы все было максимально честно, выбирал группу и выбрал ребят из групп фирмата Артема и Евгения. Мы их поздравляем. Собственно, да, с чем мы их поздравляем, ребята. Вы откуда узнали конкурсы? Где-то в социальных сетях? Или действительно по радио, может быть, услышали? В социальных сетях. В социальных сетях, все правильно, да. Решили прислать свою песню, попробовать. Песня «Побег». Да. Прислали с целью уже на победу или, ну, вдруг победили? Попробовали. Нет, только на победу. Только на победу. Настоящие рок-н-ролльщики, да, по белочам не разбедиваются. Скромно несомнадеянно, я даже расскажу короткую историю. Ягею и ребятам рассказал уже в нашем эфире. До этого, возможно, они об этом не знали. Сначала нам прислал их песни какой-то, возможно, их друг или доброжелатель. Да-да-да. Прямо большим списком. Мы выбрали оттуда одну композицию, она называлась «Марс», а потом, я смотрю, Артем пишет, говорит, «Песня «Побег». И я такая, так вы же уже прислали». Мы же уже прислали. Он говорит, так это не человек из группы. И, пожалуйста, он своим волевым решением сказал, что это будет «Побег», и в итоге песня выиграла. Это очень круто. Про голосование давайте поговорим. Накручивали ребят голоса? Признавайтесь. Друзья, это всевозможно. У нас максимально серьезная система отбора. Нужно было стать участником, если еще люди не были в сообществе нашей «Радио Воронеж». Это абсолютно нужно было. Вообще все максимально просто. Заходишь, кликаешь, становишься участником прекрасного рок-н-ролльного сообщества, банды, команды, и выбираешь любимчика. Все. Ну, все просто. Так, вы как? Походили по знакомым, по друзьям, по квартирам, по соседним? Зависки тренировали, кликнули. Вот это рассылка в социальных сетях. В первый день мы попросили, конечно, друзей, как бы репостнули, чтобы они проголосовали, а потом просто уже как-то своим ходом пошло. И мы не ожидали, что там в первый, второй день там как бы 45% из семи участников, да, почему-то сразу прошло. О группе расскажите, во сколько вы вместе уже? Мы играем вместе полгода. У нас двое? У нас двое. Артем раньше играл много для меня в своем проекте, вот то, что он просто играл под гитару. Вот. Я писал свою музыку отдельно от него. Вот. Я услышал его песни, которые мне понравились, и я решил их аранжировать. Вы не были знакомы друг с другом? Да. Вот мы познакомились год назад, а именно играть вместе вот полгода стали, где-то с летом. С летом, наверное. А расскажите дальше, как будет развиваться проект? Это какой-то следующий этап или следующий тур, или все, достаточно? Проект долгоиграющий, и как мы. В прямом смысле слова. Как мы, да-да-да, надеемся, да? Чертовски перспективный. Хотим и мечтаем, да? Конечно. Уже начинают присылать заявки. У нас открыт февральский сбор вот этих самых композиций. 30 января по 15 февраля. Но есть одно важное условие. Если до этого мы принимали любое количество треков на свою голову. Альбомами, я бы сказала. Альбомами, да. Реально присылали целыми альбомами. А вы выбираете там. Слушайте, что хотите, что нравится. Да, теперь условие главное один, самый сильный по мнению участников трек. Это очень важно. И еще тоже момент. Те, кто не прошел финальный вот этот отбор, на финальное голосование, они как бы остаются в игре и могут продолжать бороться дальше за звание победителя. Или можно поменять лошадку? Если захотят, конечно, можно поменять. Просто было огромное количество песен, поэтому взять и выкинуть, ну, например... 10, 20, 30, 50. Ну, нет, около 180. Вот 200 треков, да, которые отслушивались, и из них нужно было выбирать. И вот сейчас у нас как бы прием заявок только стартовал, и у нас уже 30 групп. Вот, ну, вы победили в первом, скажем так, месяце этого проекта, да? А дальше что? Вот что вам это дает? Что вы получили? Дает поддержку нашего радио Воронежа. Так, вы в ротации теперь? Конечно. Это информационная поддержка в соцсетях, и звучание в рамках проекта «Местные», в рамках рубрики «Местные» на 1007 FM в эфире нашего радио Воронежа. Так, вы как оцениваете-то эту победу, собственно, заслуженно, незаслуженно? Вы вообще слушали ваших оппонентов? Ну, сначала я бы проголосовал, конечно, сам за себя. Вот, а потом... А так можно было, да? А потом я послушал другие команды и хотел бы проголосовать, но уже, как бы, да. Ну, и написал в комментариях, что мне понравилась еще одна команда, да. Я, кстати, видела, да, они самоотверженно написали, ну, не помню, кто это был, Женя или Артем, да, что им понравилась группа шоу. Я думаю, ого! Помимо участия в конкурсах на радио, планируются ли у вас какие-то выступления, чтобы вживую вас увидеть, услышать? Концерты планируются, конечно. И весной, и летом, а может быть осенью, мы уже такой полномасштабный сольный концерт сделаем. Ну, мы вот вперед практически проходим специально. В январе конкурс выиграли, все, можно дальше. А вы об этом узнаете в сообществе «Наш Радио Воронеж», где будут анонсы грядущих концертов в рамках поддержки. Но, помимо всего прочего, ребята уже у нас стартовали, естественно, с большим интервью также в эфире, там отыграли треки. И, в общем-то, мне кажется, очень зарядились сами и зарядили всех нас. Это было живое выступление, и я была в абсолютном шоке, когда я сидела в наушниках, у нас было тысячи проводов, у ребят были свои микрофоны для того, чтобы Пете играть. И когда в эфире пришла пара их песни, я слышу, и я понимаю, что голос и музыка совершенно не отличаются от записи. А запись-то я прослушала много раз, пока выбирала песни. И я смотрю на Артема. И в мастерине это дело. Да-да-да. Думаю, да такое не может быть. Слышу в наушниках. Да, точно. Снимаю наушники, слышу его в студии. В общем, это потрясающее попадание. Ну, это как настоящий профессионализм. Еще ребята скромничают. Очень скромничают, действительно. Они играют совершенно другую музыку. Собственно, поэтому я думаю, что победа заслужена. Как будто бы не идут по той банальной конве, которая уже есть, а делают свою. Ну, может быть, вы про это расскажете. Парни, вы не идете в конве, вы свою музыку делаете. Ну, понятно, что любой рокер скажет, мы делаем свою музыку. Это понятно, но тем не менее. Ну, мы ищем краски, слушаем разные стили. Не только на роке строится наша музыка. А что, фолк? Что еще добавлять? Классическое много музыки. От классики, от рэпа что-то. В общем, ну, так важно. Электронная музыка, атмосферная. А популярная музыка. Так, судя по всему, мы начали говорить о музыке. Это дело неблагодарное, надо эту музыку слушать. Ребята, мы сейчас предоставим вам нашу импровизированную сцену. Всем спасибо, что были этим утром вместе с нами в нашем эфире. Пожелаем развития проекта и вам удачи. Спасибо. Напоминаем об итогах проекта «Местные» нам рассказывали Наташа Ростова и Карина Баринова, ведущие нашего радио «Город Воронеж», а также победители проекта Артем Тарасов и Евгений Гаврилов. Музыканты, участники группы «Фирмата». Оставайтесь с нами на телеканале ТВ «Губерная». Оставайтесь с нами на телеканале ТВ «Город Воронеж». Он никого не оставил, замена он не обещал. На острых ледах северных вод он покинет причал. Этой ночью тебе Опять не уснуть Этой ночью тебе Духи лягут тихо на грудь Этой ночью тебе Может пить, а может и танцевать Выпить море вина И скорее спи Упасть на кровать Будут и будут снится Ночи твои глаза Тянется вдоль ресницы Одна слеза Явный берег забудет Твои следы И вчерашний побег Ветры моря Остудят Алый бархат Прищуренных вет Буговый месяц Память тебя О, не заст На сегодня с луной Она помашет Себе на прощанье В надежде На новые встречи Самой ранней весной Будут и будут снится Ночи твои глаза Стянется вдоль ресницы Слеза Слеза Будут, будут Будут снится Не забудут Никогда Я, я Вяжут, вяжут спицы Свершут твои глаза А по тебе тоскует Я, я, я Субтитры подогнал «Симон»